Простите, господин Соболев, вы будете выступать, да? Уважаемые коллеги, вы должны понять, прежде всего, уважаемые коллеги, что госпожа Савченко уже в течение полугода не может добиться решения суда. Она находится в предварительном заключении. Так что, что можно совершить за 24 часа? Надо ее освободить, а после этого можно уже продолжать остальные судебные изыскания, действия и так далее. Но она не виновна, и я думаю, что любой суд РФ это может подтвердить на самом деле. Итак, я говорил о подпоправке устной. Господин Шенах, вам слово. Так это, это сводится к следующему. Или передать ее третьей стороне. Или третьей стороне. Второй абзац таким образом предлагается отредактировать. Ассамблея призывает российские власти освободить госпожу Савченко в течение 24 часов и обеспечить ее возвращение на Украину. Или передать ее, вот это и устная подпоправка, или передать ее третьей стороне. Эта подпоправка является приемлемой в соответствии с правилами процедуры. Но, если 10 человек или основных представителей, или заместителей путем вставания протестуют ее, тогда она будет отклонена. Но таких замечаний, я вижу, нет в зале. Стало быть, никто не выступает против этой устной подпоправки. Стало быть, мы рассмотрим сначала эту устную подпоправку. Слово господину Шенаху. Вы поддерживаете устную подпоправку? Нам нужно найти решение в краткосрочном плане в отношении Нади Савченко. И мы не можем только поручить это диалогу России-Украина. У нас есть международные механизмы, у нас есть средства, у нас есть возможности, Советы Европы, ПАСЭ и так далее. Вот почему я хочу сказать, что это действительно действие очень важно. Или передать ее третьей стороне, как вариант. Спасибо. Кто-либо хотел бы выступить против этой подпоправки? Антон Тенниссон. Госпожа, председатель. А в чем разница? Мы просим передать ее все-таки через третью сторону или нет? Потому что, естественно, третья сторона передаст ее Украине, как я думаю. Поэтому в чем смысл этой подпоправки устной? По-моему, на судьбе заключенной это особо не скажется. Мнение комитета. Комитет, в принципе, да, за. Комитет, как вы слышали, поддерживает устную подпоправку. Прошу теперь голосовать. Голосование начато. Голосование завершено. Устная подпоправка утверждена. И, соответственно, мы сейчас возвращаемся к самой поправке. Кто-либо хочет выступить против поправки 13 в исправленном виде? Тинни Кокс. Спасибо. Опять же, важна фактология. Важны факты. Три недели назад вы и президентский комитет были информированы украинскими коллегами, нашими партнерами, об этом серьезном вопросе. Об иммунитете члена нашей ассамблеи. Вы многое делали, ассамблея старалась сделать все возможное, и завязался диалог от того, что надо сделать с российской стороной. Но когда мы говорим до 24 часа, в течение 24 часа, понимаете, на самом деле это не облегчает участие и перспективы для Нади Савченко. Поэтому давайте исходить из реальности. Давайте не поддерживать эту поправку, потому что это не поможет ей на самом деле в краткосрочном плане. Мнение комитета. Комитет за поправки в исправленном виде. Вы слышали мнение комитета позитивно. Прошу начать голосование. Голосование завершено. Поправка в исправленном виде утверждается.